Знамя Победы, выдруженное на здании Рейхстага в мае 45-го, сегодня передали Северодвинской школе. Копия символа Победы в Великой Отечественной войне начала свое путешествие по всем школам города Крабелов. Эта акция посвящена 75-летию Победы. Знамя Победы внести! Знамяная группа Шагон! Марш! Юно-армейцы, юные пожарные, военные и сотрудники МЧС. В таком составе в Северодвинске стартовала областная акция Знамя Победы. Копия легендарного символа окончания кровопролитной войны, которую солдаты выгрузили на здание Рейхстага сегодня в 13-й школе. В актовом зале только самые активные классы, которые буквально заслужили свое присутствие на торжественной линейке. Убирали мусор, высаживали деревья и делали прочие добрые дела. Это важно хранить для наших потомков, это важно хранить для всех, потому что это событие очень важное для всех, для всей нашей страны. И я считаю, что о Второй мировой войне должен знать каждый, и он должен понимать всю важность этого события. Акция Знамя Победы в области проходит раз в пять лет. В прошлые года полотно хранилось в каждой школе по три дня. В этом целую неделю. Эта копия, которую мы сегодня в школу передали, она уже участвует третий раз в акции. Она была передана, когда проходила 65-я годы Победы. Она постоянно находится в музее «Морская слава» детского расходства «Североморец». И вот сейчас она уже в третий раз идет по всему городу, по всем школам. В 13-й школе Знамя установят возле мемориальной доски Виктору Корякину, ученику школы, который погиб в Чечне при исполнении воинского долга в 95-м. В течение этой недели в нашей школе будут проходить различные мероприятия, уроки мужества, встречи с ветераном, открытие открытых военно-спортивных игр «Патриоты России», «Орленок», «Победа», «Юнормеец по морю». Кроме этого будет проходить открытие школьной дороги памяти. Далее Знамя Победы передадут 28-й школе. Планируется, что последнее учреждение вернет знамя обратно в музей детского морского центра как раз к юбилейному 9 мая. Николай Цып, Юлия Куницкая, Срегион 29.